Привет друзья, с вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. В понедельник, 1 апреля, ненадолго в стиме появилось три страницы. Одна с описанием шлема Valve Index, вторая с контроллерами-кастетами, теперь называющимися Valve Index Controllers, и третья с базовой станцией для системы трекинга. Спустя несколько часов страницы стали недоступны. Изучив информацию, мы можем раскрыть некоторые подробности. Во-первых, предзаказ, как и полные спецификации устройства, появится 1 мая, а доставка начнется 15 июня. Информация о предзаказе была подтверждена представителям Valve, а про дату доставки он сказал, что не уверен на 100%, но они стараются приблизить начало поставок к намеченной дате. Valve отметили, что информация на странице была достоверная, хоть и не полная. В стиме также было отмечено наличие разных комплектов, полный комплект для новых игроков, шлемы-кастеты для владельцев Vive и другие. Известная комплектация шлема. Шлем, встроенные наушники, кабель с DisplayPort 1.2 и USB 3.0, блок питания, региональные переходники, две лицевые накладки, узкая и широкая, и тряпочка для чистки линз. Что примечательно, в списке отсутствует Link Box, используемый Vive и Vive Pro, так что, видимо, Valve отказались от подобного решения. Пока это вся информация, остается лишь ждать 1 мая и надеяться на ранние утечки по конфигурации. Недавно анонсированный Oculus Rift S не является полноценной второй версией. Об этом решил напомнить в своем интервью вице-президент Oculus по контенту Джейсон Рубин. Я считаю, для того, чтобы мы смогли называть что-то по-настоящему второй версией, нам нужно добавить радикально новые технологии. Что-то типа отслеживания тела, отслеживания глаз и новый способ передачи данных от игрока. Что-то, что сформирует новую систему. Мы уже видели, что Oculus работает над всеми этими технологиями во время демонстрации прототипа Half Dome в прошлом году. У устройства были варифокальный дисплей и 140 градусов угла обзора. Мы также знаем, что Facebook работает над контроллерами и перчатками для точной передачи движений пальцев и отслеживанием глаз. Тем не менее, анонс Rift S намекает на то, что не стоит ожидать полноценную вторую версию в ближайшее время. 9 апреля на Kickstarter появится компания по сбору средств на модуль запахов для VR – FeelReal. Модуль крепится под шлем и совместим с Vive, Rift, PSVR, Go и Gear VR. Ранние бекеры получат возможность приобрести модуль и 10 основных запахов за 200 долларов. Позднее цена на этот комплект возрастет до 300 долларов. Вы, возможно, думали, что Nintendo Labo VR Kit – это игрушка для детей, ведь шлем сделан из картона, а игры, поддерживающие технологию, выглядели как развлечение для пятилеток. Nintendo решила исправить ситуацию, анонсировав поддержку игр Super Mario Odyssey и Zelda Breath of the Wild. Нынешние владельцы игр получат бесплатное обновление. Super Mario Odyssey добавит несколько VR-уровней, в то время как Zelda Breath of the Wild будет полностью проходима в VR-режиме. Labo VR Kit Starter Set будет доступен уже 12 апреля за 40 долларов. Субтитры делал DimaTorzok Начался апрель, а значит Valve опубликовала ежемесячную статистику пользователей Steam. В этом месяце WMR-шлемы наконец достигли 10% отметки среди VR-пользователей, понемногу отнимая рынок у Vive и Oculus. Общее количество VR-игроков не прекращает расти, хоть нам и неизвестны конкретные цифры. В последнем бета-обновлении Oculus PO для PC появилась поддержка Oculus Rift S. Это позволило взглянуть на то, как калибровка пространства изменилась в новом шлеме. К примеру, границы игровой зоны рисуются в режиме AR. Внешние камеры позволят увидеть комнату, не снимая шлем, и вы сможете нарисовать границы контроллером. Когда вам потребуется увеличить игровую зону, вы можете просто дорисовать недостающий участок, вместо того, чтобы рисовать зону заново. Высота пола теперь измеряется простым прикосновением контроллера к полу. Когда шлем и ваша голова покидает границы отмеченной зоны, включается AR-режим, позволяющий вам увидеть окружение, не снимая шлем. Судя по всему, количество видео, где люди с разгона влетают в стену, сильно уменьшится с выходом Oculus Rift S. Viveport Infinity был запущен на этой неделе. Вы можете попробовать любые игры из библиотеки 600 наименований за единую цену. А если вы не пробовали подписку ранее, то вам предложат 2 недели бесплатного триала. Подписка работает на всех PC VR шлемах. Библиотека включает такие наименования, как Angry Birds VR, Knockout League, Apex Construct, Torn, Windlands 2 и The Gallery. На консоли Sony началась весенняя распродажа. Владельцам PSVR можно приобрести десятки отличных VR игр по сниженной цене. Распродажа продлится до 1 мая. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравился, и палец вниз, если нет. В комментариях пишите, чего вы ждете от Rift 2. Увидимся в виртуальной реальности! Продолжение следует... Продолжение следует...